Три, 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 три. Полугодовалая Лейла не может выразить восторг словами, зато эмоции бьют через край. Мама девочки говорит не то, что дочь, даже она подобное видит впервые. Я первый раз, допустим, их вижу, мне очень понравилось. Нежные такие создания. На улице промозглые осенние дни, а в городском краеведческом музее расцвел настоящий летний сад, где представлены десятки экземпляров бабочек. К примеру, вот эта бабочка – рисовая бумага из Юго-Восточной Азии, отличается неспешностью. В Китае ее называют еще свадебной. Замысловатый волшебный узор крыльев напоминает нежный графический рисунок. Размах крыльев достигает 14 сантиметров. Есть бабочка с таким интересным названием, как график, грозовое облако. Есть несколько видов парусника. В основном у нас бабочки родом из Юго-Восточной Азии. У наших тропических бабочек мы коруем два раза в день, получается, утром и вечером. Разбрызгиваем мы нектар по стенам, то есть они через свой хоботочек пьют этот нектар. В мини-саду бабочки появляются из специального инсектария, где поддерживается определенная температура и влажность. А рождение бабочки – просто маленькое чудо. Тоннельная оболочка куколки лопается, первыми появляются усики, головка и лапки, которыми она старается зацепиться за опору. Только что родившийся бабочек, как вы видите, крылышки такие слабые, даже форму не держит, влажные. Вот в этом инсектарии они подсушивают свои крылышки в течение часа, двух примерно. Ну и потом мы их вытаскиваем. Прикоснуться к бабочкам и загадать свое желание может каждый. И, конечно, сфотографироваться на память. Выставка будет работать до 8 ноября в Краеведческом музее ежедневно с 10 утра до 6 вечера, кроме понедельника. Детям до 3 лет вход бесплатный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова